Деда Мороза Так, 10-летний Фархад, ученик 4-го класса, просит планшет. Самостоятельно ходить в школу он не может по причине болезни. Но теперь познавать мир на дому у него будет возможность с помощью гаджета. Новогодние мечты 310 детей будут исполнены. На их письма уже откликнулись астраханцы. Ребята часто просят подарок не только для себя, но и для братьев и сестер. Желания разнообразные. Набор сладостей, ремонт телевизора, ноутбуки или инвалидная коляска. Каждый житель города может выбрать письмо и исполнить то желание, которое ему по силам. В волшебной почте ответа ждут еще 190 писем. Совершить добро и воплотить сказку в жизнь для детей из многодетных семей, малоимущих детей-сирот или инвалидов можно и 31 декабря. Все подарки настолько собраны с любовью. Каждый астраханец приносил, когда не просто даже подарки приносили, писали ответы детям от Дедушки Мороза или просто пожелания любви, счастья семье. Письма на студию телеканала Астрахань-24 приходили со всех районов города и области. Теперь на студию начали поступать и подарки. Как я могла пройти мимо просьбы девочки, которая хочет стать врачом. Я надеюсь, что девочка маленькая, если она начнет играть с детства врача, то она не передумает и в взрослом возрасте, и поступит в мединститут, и это будет замечательная смена нам, докторам. Благотворительная акция на канале работает третий год. В 2019-м на почту пришло более 500 писем. Часть подарков детям вручат на новогодней елке. Она состоится 6 января. Некоторые нужно развести по районам области. Организаторы и участники волшебной почты будут рады, если астраханцы помогут с доставкой. Прийти на студию за письмом можно в эти выходные и 31 декабря. Главное – успеть воплотить как можно больше желаний и закрепить веру детей в новогоднее чудо. Анастасия Лонькина, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.